Военные маневры вокруг Украины В непосредственной близости от восточной украинской границы Скопление российской техники заметили в Брянской, Воронежской и Ростовской областях Россия планирует вторжение на территорию Украины Последние несколько месяцев одной из главных мировых тем снова стал вопрос Что опять происходит на границе России и Украины? Без какой-либо объективной и понятной причины В Ростовскую, Воронежскую, Брянскую области, в Крым Станут по разным оценкам около 100 тысяч российских военных И каждую неделю их только прибывает Интернет завален фотографиями и видеосъемками военной техники, которую везут в сторону Украины На видео попали эшелоны с боеприпасами, машинами химической разведки, тяжелыми огнеметными системами Вот по Брянской области в сторону границы везут танки А вот под Воронежем заметили буки А вот эшелоны с бронетранспортерами следуют в сторону границы И никто не понимает, что происходит, но весь мир замер Неужели правда будет война? Война — это самое страшное, что вообще бывает Мне кажется, все нормальные люди понимают и чувствуют это на каком-то подсознательном уровне Война — это десятки, сотни, тысячи, миллионы убитых Это ужас от того, что твой дом может в следующую секунду быть разрушен Что погибнут твои близкие Что 18-летних срочников будут отправлять на фронт, и они никогда не вернутся Но это для нас, а для Путина нет Его дети, внуки, любовницы и друзья сидят в дворцах и своих виллах в Италии или Франции Путину, у которого деньги хранятся в швейцарских банках и на счетах офшоров с экзотических островов Это все не касается Для Путина война — это не трагедия и не ужас Это так, инструмент влияния Вот дошел Путин до точки, что с ним ни один приличный мировой лидер за один стол не хочет садиться И что им остается? Ситуация, когда кроме обезумевшего диктатора Лукашенко никто ему и руки не подаст Так себе геополитик он получается, согласитесь Ну вот он и думает Сейчас я пошлю пару сотен тысяч солдат к границе, а дальше посмотрим, поглядим Вдруг Байден позвонит А какая мне разница, убьют этих солдат или не убьют, или они кого-то убьют В целом все равно Не хотите меня уважать? Значит будете хотя бы бояться Ну а какие-то совсем больные ублюдки о войне с восторгом мечтают Пускают слюни, им не терпится как можно поскорее освоить бюджеты на пропаганду Чтобы снова по всем каналам Распятые мальчики Диспетчер Карлос Боинг длиной в километр Мы понимаем, зачем это делают пропагандисты Для них это бюджеты Мы понимаем, зачем это делает Путин Ему так хочется снова попасть за стол переговоров И чтобы его считали равноправным партнером Но зачем и почему в войне участвовали конкретные люди? Я не про местных ополченцев А про путинских хулуев и слуг Которых почти 8 лет назад буквально Доставили на юго-восток Украины из Москвы Которые к этому региону не имеют никакого отношения Но именно их руками была реализована эта спецоперация Война, которой вообще-то не должна была быть За тем, что на этом можно прекрасно заработать Даже разбогатеть Всего за пару-тройку месяцев в так называемый ДНР Наш сегодняшний герой сумел заработать миллионы долларов На дорогие автомобили Элитную недвижимость в Москве и за границей А также обеспечить себе депутатское кресло И карьеру видного единоросса Чтобы понять, на что наш герой готов пойти Просто ради денег Нам понадобится небольшой исторический экскурс Совсем недавнее прошлое Чтобы восстановить, как вообще в 2021 году Мы оказались в точке, где весь мир на полном серьезе На уровне глав государств рассуждает Начнет ли Россия полномасштабную настоящую войну С соседней европейской страной Начало 2014 года В Украине случился Майдан Граждане, недовольные президентом Вором Януковичем Вышли на улицы и не уходили Пока тот не сбежал, поджимая хвост Из своего полного золотых батонов и унитазов дворца В феврале в Крыму появляются знаменитые зеленые человечки Вооруженные люди, без опознавательных знаков Которые окружили правительственные здания Стой, мне кажется, здесь можно остановиться И закончить эту историю про зеленых человечков Прошло уже достаточно лет Почти восемь Чтобы понять, что все эти сказки Про неопознаваемых людей Они уже не имеют никакого смысла Мы точно знаем, что произошло В Украине случилась революция Смена власти Под этим предлогом и под шумок, что называется Путин решил нарушить все существующие Международные договоренности и процедуры И присоединить к России целый полуостров В Крым, где население превалирующее Русское, Путин просто ввел войска Но побоялся сделать это в открытую Поэтому солдатам сорвали шевроны и нашивки И под дулами автоматов провели референдум Ну а потом уже, когда все закончилось, сказали Ах да, это были мы Я дал поручения и указания Министерству обороны Ну что скрывать Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму Перебросить туда спецподразделения главного разведуправления И силам морской пехоты, десантников Параллельно с этим по всей восточной Украине В разных городах вспыхивали протесты Местные жители, которые наверняка действительно были недовольны исходом Майдана Вышли на улицы, взяли оружие Брали штурмом администрации и протестовали Эти протесты, скорее всего, сошли бы со временем на нет Как это произошло в большинстве случаев Кроме двух областей Которые Путин придумал не забрать себе А просто уничтожить Ну то есть буквально логика Мне самому не нужно, но и тебе, Украина, не достанется Важный вопрос Как это было сделано? И тут, наконец-то, пришло время знакомиться с главным героем нашего сегодняшнего расследования Доброволец, воин русского мира Первый глава самопровозглашенной ДНР Сегодня, нет, не колдыр, упившийся антифризом, как может показаться по этим снимкам А депутат Государственной Думы Александр Юрьевич Бородай Встречайте народного избранника На мой взгляд, выборы демократической процедуры в России не нужны Вы сейчас будете хотеть смеяться от абсурдности происходящего Но мы рассказываем все ровно, как было Без художественных преувеличений Если бы не страшные последствия всего этого История походила бы больше на какой-то анекдот Путь Бородая от маргинального, никому не интересного политолога До военного преступника оказался шокирующе коротким Я все-таки, ну, честно считаю себя одним из, одним из многочисленных творцов Донецкой Народной Республики Александр Бородай родился и прожил всю жизнь в Москве Работал он вроде как журналистом, писал какие-то заметки в газету «Завтра», Но к 25 годам освоил важную профессию Стал независимым пиар-консультантом и политологом А потом консультантом по кризисным ситуациям Но это все, правда, с его собственных слов Даже подробно изучив биографию Бородая, понятнее, чем он занимался, не становится Есть какие-то очень ценные геополитические заметки Есть упоминания абстрактных избирательных компаний Есть даже старый YouTube-канал «День ТВ», который он, видимо, и создавал Здравствуйте, дорогие зрители «День ТВ» В этом году началась история нашего проекта «День ТВ» Здесь-то, кстати, и можно вычислить одну из избирательных компаний На которой Александр Бородай применил свой талант Судя по количеству видео и специальному хэштегу Бородай занимался пиар-сопровождением Политической компании Сергея Паука Троицкого Из коррозии металла Тот баллотировался в мэре Химок От лица президентского фонда будущих матерей Всех призываю 14 октября голосовать за Паука Всем детям я гарантирую создание парка-ужинок Со страшными летущими мешами Достаточно сложно понять, почему выбор, кого посылать, возглавлять Донбасс Выпал именно на московского политолога Бородая А потом он сам объяснил Он там, оказывается, как пиар-консультант поехал А потом, когда понадобилось кого-то назначить головой Вот этой непризнанной республики Никто, кроме него, не согласился Вот такая геополитика Я как раз пытался, долго пытался найти среди, так сказать, выдающихся революционеров Какого-нибудь местного кандидата, который мог бы это сделать Давай, пожалуй, ты Я получал ответ Не-не-не, давай лучше ты Вот мы так, значит, этот пост торжественный Вот, кстати, вот в это я верю Теперь давайте буквально в двух словах обрисуем В чем заключался гениальный план Путина И чем именно на Донбассе занимался Бородай В этом регионе с русскоязычным населением Традиционно придерживающимся более пророссийских взглядов, чем остальная Украина Возникли спонтанные гражданские протесты Против новой украинской власти Против Майдана Против свержения Юнуковича и так далее По большому счету, это внутриукраинский гражданский конфликт Часть страны поддерживает одних, ну а другая часть других Ситуация могла развиваться по-разному Могла просто сойти на нет Могла ограничиться какими-то специальными новыми статусами Для Донецкой и Луганских областей В общем, в любом случае Огромной гуманитарной и военной катастрофы на десятилетия вперед Ну, ничего не предвещало Пока Путин не придумал спонсировать этот конфликт Использовать российские ресурсы Гражданские, военные, деньги, оружие Чтобы не дать этому конфликту затухнуть Чтобы Донбасс навсегда остался горячей точкой С непонятным статусом и темой для бесконечных международных переговоров Минских соглашений, нормандских форматов и так далее Но открыто Путин это сделать не решился На Донбасс десантировались российские отпускники, отставники, консультанты, кто угодно Которые под предлогом защиты русского мира развязали там войну То есть Путин это сделал не сам, а как бы их руками А кто они такие и откуда они взялись? Ну, это бог знает Добровольцы, добровольцы местные Причем в основном изначально местные украинцы Мы получаем поддержку от всего русского народа К нам будут добровольцы Я не дончанин, ни в коем случае Я сюда приехал как добровольец Они действительно добровольцы Они никакие не командированные И даже никакие не военные в отпусках Вот эту всю эту, эти там, герунду сразу отбрасывать Это не военные, профессиональные, это ветераны Зато это ветераны Схема их работы была очень простой Нужно было притворяться добровольцам Отрицать любую связь с российскими военными Спецслужбами, правительством, любыми представителями официальной власти Но при этом выполнять все их приказы Отчитываться и фронтировать любые их действия А вот сориентированно на Российскую Федерацию Что именно вы имеете в виду? Вы вообще насколько самостоятельны в принятии своих решений? Ну, как вы знаете, совершенно самостоятельны Это не Путин разрушил Донбасс Он ничего не приказывал Это мы, обычные неравнодушные политологи из Москвы Как выяснилось позже Каждое свое действие, каждый шаг и вздох Бородай координировал с Владиславом Юрьевичем Сурковым Человеком, занимавшим должность советника И спецпредставителя Путина по вопросам Украины В рамках международного расследования Были опубликованы и представлены суду Аудиозаписи переговоров Суркова, Бородая и других ополченцев Якобы просто доброволец, который не имеет к российским властям никакого отношения Вы все время пытаетесь узнать какую-то страшную тайну Вас кто туда направил? Вам мандат кто-то давал? Нет, это не страшная тайна, нет, это просто очень интересно Никто не доправлял, денег никто не платил, мандата никто не давал никакого Почему-то договаривается с Сурковым о том, что надо срочно выслать денег И чтобы местные на Донбассе не начали стрелять им в спину Надо обеспечить им пенсии и социальные выплаты Сделай нам заказ, что нужно тебе по подготовке к зиме По социальным выплатам каким-то Или тем, которые законно предусмотрены Или тебе новое что-то еще нужно для населения Учитывая меняющуюся ситуацию Мне нужен какой-то более-менее профессиональный заказ По твоим потребностям в деньгах Деньги, которые были выделены, вот эти, они заканчиваются Они закончатся на районе полу Они закончатся через один день, по всей видимости Для населения, Саш, потому что вы сейчас там в окружении Вам вдвойне важно в этом мешке, чтобы с ними хотя бы там Не любовь возникла, но хоть какую-то там заботу о них Что-то туда-сюда там, ну и так далее Чтобы хоть в спину вам стрелять не начали А вот Сурков командует Бородаю, что ему надо, как губернатору Провести демонстративное совещание о подготовке к зиме Чтобы знали, что мы там надолго Кто мы? Погодите, ведь нас там нет К зиме, знаешь, я думаю, Саш, надо просто демонстративное совещание устроить Так, кстати, губернаторы всегда делают везде Уже сейчас, или сейчас самое время этим заняться И проведите совещание по подготовке к зиме Вдруг пусть все знают, что мы там надолго Хорошо, хорошо, готовим к зиме дружно Или вот, Сурков извиняется, что случайно выслал не ту версию Конституции для ДНР и ЛНР А старую, которую он выслал, уже приняли Поэтому надо переголосовать Вот такой конфуз Хотел посыпать голову пеплом Я не доглядел просто Мы напортачили с этим конституционным актом Новороссии Я теперь понял, почему он так долго шел Ну, да, мне тоже показалось, что это странно Но я просто продавил дикое усиление Саш, я знаю, за это, конечно, спасибо Но это наша ошибка Потому что я был уверен, что туда послали другой вариант Тех, что запутались мои помощники доблестные Вот, поэтому я хотел попросить Мы потом, ну, понимаю, сейчас тебе там не до этого Но, тем не менее, жизнь идет Как-то надо что-то делать Мы там будем просить переголосовать И вот сделать более мягкий вариант Потому что нам не нужно так много натягивать вещей На какую-то третью точку Смыслово там нет Из перехваченных разговоров становится понятно Что тогда, летом 14-го года Несмотря на все усилия План ополченцев Донбасса рушился Что до того, как их всех зачистят Оставались буквально недели А чтобы продержаться еще чуть-чуть Им было нужно оружие А лучше официальная российская армия Или хотя бы зеленые человечки Но ни того, ни другого Путин им не предложил В Донбассе прошел точно такой же референдум, как в Крыму Но Путин его не признал Нам рассказывали по телевизору Про распятого мальчика в трусиках на кресте Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького В трусиках, в футболке Как Иисуса, на доску говли Прибыли Один прибывал, двое держали Но Путин войска не ввел Вместо этого начались тайные поставки денег и оружия Ровно так в Донецкую область попал БУК Зенитно-ракетный комплекс С помощью которого можно сбивать самолеты Вы тоже получаете из других стран Оружие и наемники Нет, мы получаем трофейную технику Я вас уверяю Трофейную? Да, и в большом количестве Трофейная техника нам всегда достается Трофей это значит то, что мы забираем у врагов БУК-21 Нет, БУК нам не достался Ну не было БУКов здесь на этой территории На нашем вооружении БУК, который якобы в Торезе Фотография якобы возле Снежном Фотографии являются плодами Ну я не буду говорить программы фотошопа А может быть какой-то более техничной работы Ну фалшировка Конечно, фейк Международное расследование А затем и суд в Гаге Установили, что его перевезли через границу Действующие российские военные Из 53-й бригады ПВО Под Курском Перегнали через Донецк На территорию сепаратистов А потом увезли обратно в Россию БУК был нужен сепаратистам Чтобы сбивать украинские транспортные самолеты Но сбит был пассажирский Боинг С тремя стами людьми на борту И вот наш политолог И пиар-консультант из Москвы Александр Бородай Уже бродит по полю Усыпанному фрагментами тел Я еще раз говорю Я профессиональный политолог Как глава государства Он передает международному следствию Черные ящики Он несет ответственность Понятное дело Не только за тех Кто по его приказу воевал И захватывал города Но и за эти 300 жизней Вообще никак не связанных с Украиной Людей из Малайзии И Нидерландов Никаких особых переживаний По поводу сбитого Боинга Бородай никогда не испытывал Когда вы разобрались и поняли Что это за самолет Как поменялись Ваши ощущения, эмоции Может быть Ой, это, наверное, кочувственно прозвучит Но, в общем-то, никак, честно говоря Но это не было каким-то Из ряда вон выходящим переживанием Но сбили и сбили А, к сожалению, у него есть, да Но на другую тему Например, потому что они не захватили Еще один город Мариуполь Просто до крайности обидно Что Мариуполь не был нами занят В сентябре Месяце 14-го года В конце сентября Но это ничего Они еще попробуют Я думаю, Украина Когда-нибудь вернется Ролик, фрагмент из которого Мы только что показали Это очень странное видео Снятое на фоне камуфляжной сетки Вышло оно в июне этого года Там неожиданно появился Из забвения не только сам Бородай Но и Сурков Его куратор Уже ушедший из госслужбы Человек Который интервью Вообще обычно не раздает Но тут, нате, сюрприз И все не просто так Это, знаете, не просто воспоминания двух военных преступников Это презентация Бородай собрался избираться в Госдуму И это его компания Я так понимаю, ты же хочешь в Госдуму пойти И там вещи уже связаны с внутренним устройством Ты аккуратишь со словами Вот с этим определением Хочешь, не хочешь Так оно как-то получается Да, так получается Избирался Бородай от Ростовской области Поближе к Донбассу Видимо, в надежде То, что жители Донецкой области Которым в Ростове выдают паспорта И которых, опять же, туда свозят автобусами Чтобы проголосовать Что они впечатлятся таким замечательным кандидатом А впечатлиться было чем Например, его декларации Доход за 2020 год 0 рублей Человек ничем не занимается Нигде не работает Живет непонятно на что Он появился за пару месяцев до выборов И сказал Избирайте меня Он шел по списку Единой России И был на восьмом непроходном месте Но потом случилось чудо Губернатор Замгубернатора Заслуженный врач и заслуженный учитель За которых проголосовали в Ростове Они отказались от своих мандатов И вместо них в Госдуму Пошел работать Бородай Теперь вот заседает Получает и зарплату в полмиллиона рублей И водители, и жилье И иммунитет от преследования Политологов ГАГу выдавать можно А вот депутата уже вроде как-то нет Я не удивлю никого Если скажу, что абсолютно все депутаты-единорусы В Госдуме Это проходимцы, подлецы, преступники и воры И Бородай вступил в эти ряды С гордо поднятой головой Он займет достойное место В ряду лжецов и негодяев Которые называют себя Представителями россиян Но давайте все же разберемся подробно Бородай реально отличился Ну, он заслужил, чтобы мы разобрали его Первый тревожный звоночек Машина Доход Бородая за 2020 год Как мы помним 0 рублей 0 копеек Общие остатки на всех его Восьми банковских счетах 313 тысяч В общем, явно человек живет Не на широкую ногу А скорее просто проедает накопления Которых осталось совсем немного Но Бородай ведет себя Совершенно по-другому В апреле 2021 года Он покупает новенький Лексус 2021 года выпуска За почти 6 миллионов рублей Достаточно нетипичное Поведение для человека Который годом ранее Заработал 0 рублей Далее мы в декларации Находим вот эту квартиру 142 квадратных метра Из этой записи Совсем непонятен контекст А он нужен Эту квартиру в Москве Бородай купил в октябре 2015 года Через год после своего возвращения С Донбасса Ее рыночная стоимость Больше 100 миллионов рублей И в Товетской республике Я работал абсолютно бесплатно Я ничего на этом не заработал Неплохо Но это, конечно же, не все Как вы думаете Чем еще можно расплатиться За услуги по развязыванию Гражданской войны? За непрекращающийся конфликт В центре Европы Который Путин может В любую секунду Когда ему захочется Поговорить с президентом Америки Разогреть и обострить Звали меня в Нормандию Обещали какую-то замку Может быть звезда героя Была бы хорошей наградой? Нет Может быть какое-то звание Или собственная передача На Russia Today А может быть Бородаю стоило выделить Квартиру в его республике С видом на Донецкий аэропорт Ну, чтобы он мог приезжать И наслаждаться плодами своих трудов Все не подходит Но как насчет Квартиры в Дубае? Недавно к нам в руки Попала база данных Владельцев недвижимости в Дубае Вещь интересная и познавательная, конечно Но для расследований Достаточно бесполезная База из интернета Доказательства все-таки сомнительные Даже если ты сам в ней уверен Все же хотелось бы доказательств понадежнее А в Эмиратах В отличие от большинства стран Нельзя с улицы прийти И заказать какую-то справку О том, кому принадлежит квартира или вилла Но мы нашли выход Который развеет любые сомнения По поводу владельца недвижимости На официальном дубайском сайте Есть очень удобный сервис Там можно ввести номер документа о покупке Год покупки Имя владельца А сервис скажет Есть ли сейчас такой человек С таким объектом недвижимости И где это все находится Давайте проверим это на простом примере Находим первого попавшегося чиновника С недвижимости в Эмиратах Это директор комбината питания Кремлевский Мещанский Александр Он задекларировал апартаменты 185,3 квадратных метра А вот он в нашей дубайской базе Копируем его имя Вставляем номер документа о покупке Год покупки И вуаля! Объект найден В этой же базе мы нашли некого Александра Бородая Родившегося 25 июля 1972 года Бородай Александр Юрьевич Родился в городе Москве 25 июля 1972 года Бородай купил свои апартаменты в 2015 году Вскоре после возвращения из Донбасса Пишем год, номер документа, владельца и проверяем Ура! Все верно! Квартиры Бородай владеет до сих пор Даже вон долг какой-то накопил Может быть, давайте проверим И сделаем небольшой эксперимент Поменяем имя на Алексей Навальный Или на мое Или на Бородая Но, знаете, одну букву сделаем с опечаткой Тогда никакого результата не будет Объект принадлежит тому самому Александру Бородаю И больше никому Апартаменты находятся на Палму Джумейра Это знаменитое место Рукотворные острова, отсыпанные в форме пальмы Наш донбасский ополченец Расположился в этом жилом комплексе Grandio Residences Выполнен в стилистике какого-то индийского дворца С двух сторон комплекс окружен водой С одной стороны его отделяют от Персидского залива Буквально с 40 метров А с другой стороны до пляжа меньше 100 А кому лень идти до пляжа Могут поплавать в бассейне между пальм Прямо во внутреннем дворе дома Бородая на бассейн и прекрасный двор Может полюбоваться прямо из окна своих апартаментов Площадью 104 квадратных метра Стоит сейчас такие 450 тысяч евро Или 37 миллионов рублей Семья Бородая не особо скрывает это имущество Вот его дочь Ольга Фотографируется в 2015 году Прямо у входа в их дом Кроме дополнительного доказательства Мы можем оценить какой прекрасный вид Открывается Бородаю Когда он выходит из собственного дубайского дома Совсем не Донецк А теперь хорошие новости для нас И плохие новости для единоросса Бородая Бородай, как каждый кандидат в депутаты Должен декларировать все свое имущество А для иностранного имущества Все еще жестче Там отдельные правила Когда бы оно не было куплено Надо указать стоимость покупки И откуда у кандидатов в депутаты Взялись деньги на такую недвижимость Вот, например, как это должно выглядеть Какой-то депутат указывает Что 20 лет назад Купил за миллион рублей хутор в Финляндии И рассказывает, откуда деньги Накопил У Бородая никакой такой информации Об иностранном имуществе в декларации нет Только Лексус, квартиры и доход в 0 рублей За свою сокрытую квартиру Александр Бородай Бородай должен быть немедленно лишен депутатского мандата Вот пусть прямо сейчас уходит на новогодние каникулы И не возвращается Тут даже обсуждать нечего Что ты можешь сказать? За свои преступления на юго-востоке Украины Бородая нужно судить Как военного преступника Судить, надеюсь, его будут скоро Как минимум за 300 убитых пассажиров Боинга Это была формальная часть А вообще хочется, знаете Показать еще раз его лицо И попросить вас осознать и запомнить Посмотрите Вот этот человек Он помог Путину развязать войну Отправлял на смерть наших сограждан И граждан соседней страны Он вместе со своими подчиненными и подельниками Разрушил целый регион Он сбивал самолеты И взрывал людей И все это ради квартиры в Дубае Типичный путинский слуга Который, не моргнув глазом Готов убивать ради Лексуса и Палм-Джумейры Почти 8 лет Путин с помощью вот таких мерзавцев Как Бородай Продолжает терзать Донбасс Просто так Просто потому, что может Потому что это геополитический инструмент А тайные могилы русских солдат Которых там якобы нет Это так Издержки И Путину на это, знаете, все равно Все равно Мне абсолютно безразлично И на русский мир все равно И на людей там Которых поманили, как крымчан Но на самом деле просто пользуются ими Как предметом торга И на деньги Триллион их уже, наверное Потраченные на эту войну В другой стране Вместо пенсии и медицины в России Деньги-то же не личные путинские А бюджетные Поэтому какая разница Засекретил все военные расходы И все Никто ничего не узнает Когда в следующий раз Пропагандисты и чиновники Будут надрываться с экранов телевизоров О фашистах Карателях И ущемленных где-то русских Вспомните эту историю И то, что до русских Этим преступникам дела нет Если, не дай бог Опять возникнет ситуация Когда под патриотическими Лозунгами и флагами Будут снова созывать добровольцев Пересмотрите этот ролик Вас призывают убивать И умирать самим А какому-то политологу Который это все придумал Достанется очередная квартира в Дубае Подписывайтесь на этот канал Здесь говорят правду Свободу Алексею Навальному Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова